История Нидерландов полна множеством трагических дат. Конечно, много людей умирали на войнах, участвуя в многочисленных сражениях, но еще больше становились жертвами огромных волн. Крупнейшим в истории Голландии стало наводнение в день Святой Люсии 735 лет назад. Оно унесло жизни от 50 до 80 тысяч человек. Суммарное количество жертв наводнений исчисляется сотнями тысяч. Все дело в том, что значительная часть этой страны находится ниже уровня моря, отчего наводнения здесь случались весьма часто. Штормовые волны прорывали прибрежные дюны, и вода устремлялась вглубь страны, затапливая обширные территории в тысячи квадратных километров. На протяжении всей истории Нидерланды вынуждены были бороться со стихией, защищая отвоеванные у моря земли. И кажется, голландцы в этом преуспели. В этом видео мы расскажем о проекте Дельта, который уже более 30 лет не дает стране погрузиться в морскую пучину. Нидерланды обречены на вечную борьбу с наводнениями. Половина территории этого государства находится ниже уровня моря. В летописи страны встречается порядка 40 трагических дат, когда волны буквально уносили в море тысячи жизней. Отвоеванные у воды земли от высоких морских волн – польдеры – защищали лишь наносные песчаные дюны береговой линии. Но примерно раз в 40 лет случался шторм, который с легкостью размывал естественную преграду, что оборачивалось многотысячными жертвами среди населения. Тогда голландцы научились строить прочные дамбы, которые охраняли страну на протяжении 400 лет. Отгородив огромные участки болот и мелководий, жители осушали их с помощью ветряных мельниц и архимедова винта. Знаменитые ряды мельниц в Киндердейке и других местах, ставшие визитной карточкой Голландии – не что иное, как действовавшая с 1634 года система осушения. Столетиями дамбы совершенствовались, укреплялись и модернизировались, а мельницы заменялись сначала паровыми, дизельными, а потом и электрическими насосами, которые получали энергию уже от больших ветряков. С конца XIX по конец XX века Нидерланды реализовали несколько проектов по защите от наводнений, и теперь общая длина защитных дамб составляет 3500 километров. Но в роковую ночь на 1 февраля 1953 года что-то пошло не так. Бушевавший уже три дня шторм за несколько минут до рассвета ударами волн и шквальным ветром 150 километров в час разрушил одновременно 50 дамб. В следующие несколько минут под водой оказалось 133 населенных пункта. Вода поднималась до крыш городских башен. Те, кто успел, смогли выбраться из окон верхних этажей своих домов и дождаться помощи. От наводнения погибло 1835, а из зоны бедствия эвакуировали 72 тысячи человек. Вода полностью разрушила 3000 домов и 40 тысяч получили сильные повреждения. Сельскохозяйственные земли площадью в 1500 квадратных километров были признаны временно непригодными. Весь мир помогал Голландии справиться с последствиями природной катастрофы. После трагедии 1953 года стало ясно, необходимо принимать экстренные и кардинальные меры по предотвращению подобных случаев. Тогда же началась горячая инженерная работа над проектом Дельта. Суть его сводилась к следующему – построить на всех рукавах Рейна большие дамбы. Именно эти области пострадали больше всего и нуждались в первостепенной обороне от стихии. Чтобы понять, насколько этот проект был масштабным и сложным, и почему его называют одним из семи чудес современного мира, достаточно ознакомиться с некоторыми цифрами. Работа над притворением проекта в жизнь длилась 47 лет. Было построено 13 массивных дамб на всех рукавах в Дельте Рейна. При строительстве только одного барьера Остерхельда Керинг на рукаве западной Шельды было возведено множество дамб, длина которых в общей сложности равна 9 километрам. На строительство барьера в течение 10 лет, столько длилось строительство, затрачено порядка 2,5 миллиардов евро. В целом же Нидерланды защищают от потопов 2,5 тысячи километров основных дамб и порядка 15 тысяч километров вспомогательных. Все они работают на автомате, и сигнал тревоги срабатывает тогда, когда вода поднимается выше среднего уровня на 3 и более метра. Интересно, что вся электроэнергия для работы шлюзов и обеспечения нормальной работы дамб берется буквально из воздуха. Недалеко от дамб практически повсюду стоят ветряные электростанции. Голландия справилась с главным своим врагом, с частыми подтоплениями. Но в последние годы голландцы не на шутку встревожены скоростью таяния ледников в Арктике. При таких темпах таяния и подъеме воды дамбы, построенные в прошлом веке могут попросту не справиться, так как не были рассчитаны на такие объемы нагрузок. Обязательно напишите свои мысли об этом проекте в комментариях и оставайтесь с нами, чтобы получать еще больше интересной информации.